Всем привет! УАЗ Хантер появился в начале 2000-х и представлял из себя попытку ульяновских инженеров вдохновить новую жизнь в морально устаревшую 469-ю модель, ну или же гражданскую версию 3151, которая выпускалась аж с 1972 года, а сама конструкция и вовсе уходила в 50-е. Новый УАЗ Хантер позиционировался как новая модель в линейке, пришедшей на смену устаревшему 3151, когда в то же время фактически никаких существенных изменений в конструкцию внесено не было. Что это? Совершенно не требует изменений или же просто нежелание создавать что-то новое? Решать, пожалуй, вам. Главные отличия коснулись внешности. Машина получила новые бампера, накладку на переднюю панель, черные рамки окон, стали доступны несколько мощные двигатели, развивающие до 128 лошадиных сил. В остальном же машина недалеко ушла от своего предшественника 469-й модели. Основная целевая аудитория, создающая спрос на внедорожник, это, как правило, рыбаки, охотники и любители активного отдыха, которые не особо привередливы к комфортным условиям. Но даже они вынуждены после покупки нового автомобиля вкладывать в него немалую сумму, чтобы доработать и сделать машину более-менее пригодной для ежедневного использования. Примерно аналогичная ситуация произошла и с данным автомобилем, который в настоящий момент продается в России за 3 миллиона рублей. При том, сам Хантер далеко не новый, машина 2015 года и имеет пробег в 52 тысячи километров. Примерно за те же деньги можно найти аналогичного года выпуска Toyota Land Cruiser. Цена, очевидно, кажется завышенной. Еще бы, стоимость нового аналогичного автомобиля начинается с отметки в 680 тысяч рублей, то есть почти в 5 раз дешевле. Все дело в большой работе, проделанной по превращению отечественного внедорожника в серьезный экспедиционник. Список доработок включает в себя практически 100 позиций. И скорее всего, ту цену, которую уплатил владелец за тюнинг и доработку внедорожника, намного превышает запрашиваемую стоимость за автомобиль. Это лишний раз подтверждает, что вкладывать в такие машины можно примерно с таким же успехом, как скидывать деньги в бездонную бочку. Среди основных работ можно выделить полную замену подвески на более серьезную. Фирмы Iron Man, замены бамперов, лифт кузова и подвески по 50 мм, установка более мощного генератора, системы отвода картерных газов в подкапотном пространстве, установка кресел от BMW 7 в кузове E63 и полный перешив салона, замена всей электроприводки на усиленную. Из интересного стоит отметить задние фары от нового Mercedes-Benz G-класс и зеркала от Jeep Rubicon. Перечисленное выше является лишь малой частью проделанных над внедорожником работ. Теперь в этом внедорожнике есть практически все для серьезных дальних путешествий. В то же время произвольно задаешься вопросом, а был ли смысл тратить огромную сумму на попытку сделать из УАЗа нормальную машину? Ведь с одной стороны машина, благодаря доработкам, избавится от доброй половины недостатков, а с другой стороны у машины по-прежнему не самый мощный 2,7 литровый двигатель, который выдает не больше для такой машины 128 лошадиных сил. Второй нюанс это кузов, который никогда не славился большой устойчивостью к коррозии. А как вы думаете, друзья, стоит ли эта машина той суммы, которую за нее просят? Купили бы ли вы себе такой автомобиль, если бы у вас была такая возможность? Пишите свое мнение в комментариях, также не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на канал. Всем спасибо!